Одним из направлений деятельности Пенсионного фонда сегодня является инвестирование накопительной части пенсии. Для того, чтобы гражданам правильно принимать решение по данному вопросу, они должны знать необходимую информацию. А именно, на накопительную часть работодатель перечисляет 6%. Для того, чтобы эта накопительная часть не обесценилась, она подлежит инвестированию. Те граждане, которые никогда не принимали никаких решений, не писали никаких заявлений о переводе своей накопительной части куда бы то ни было, инвестированием накопительной части у таких граждан занимается государственная управляющая компания «Внешэкономбанк». Но гражданину предоставлено право сделать свой выбор и перевести свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд. В прошлом году, и в этом году эта процедура продолжается, негосударственные пенсионные фонды проходят акционирование. Они подтверждают свое соответствие новым требованиям для того, чтобы гарантировать возврат гражданину тех средств, которые этому негосударственному пенсионному фонду были перечислены. Нужно понимать, что накопительная часть – это средство непосредственно гражданина. В случае, если накопительная часть гражданину не назначается по причине смерти, либо гражданин выходит на пенсию и не просит назначить ему накопительную часть, то эта сумма средств наследуется родственниками. В первую очередь, это родственники первой очереди – мама, папа, жена, дети. В случае, если таковых нет, то эти средства наследуют родственники второй очереди – тети, дяди, бабушки, дедушки. Еще хотелось бы отметить, что в связи с тем, что за прошедшие годы доходность негосударственных пенсионных фондов оказалась не на том уровне, на котором ожидалось, то есть она была существенно ниже, законодатель предоставил право гражданам перевести свою накопительную часть в страховую, тем самым отказаться от ее формирования. Но здесь нужно понимать, что речь идет только о тех взносах, которые будут вам перечислять с момента подачи заявления. И те средства, которые на накопительной части уже накопились, они уже останутся навсегда на накопительной части и будут инвестироваться либо в государственные управляющие компании, либо в негосударственные пенсионные фонды, которые гражданин выберет.